Москва, 3-я песчаная улица Словомая до боли схема. Под благим предлогом строительства спортивного объекта рядом с ним вонзается коммерческое здание. Иногда торговый центр, в данном случае офисно-гостиничный комплекс. Делается это без соответствующих документов, которые оформляются в тот момент, когда начинаются протесты местных жителей. Власть на протест не реагирует. Интересы бизнесменов им ближе. Земля в Москве золотая и заколачивание бабла для нее дороже здоровья москвичей. Его не продашь, а денег хочется сегодня и побольше. Здесь вырубят две тысячи деревьев, уничтожив микроклимат парка, столь бесценного для центра Москвы. Пороки системы известны. Алчность, подлость и предательство. Отличительная черта нашего времени. Мы протестуем против того, что под видом футбольного стадиона строится офисный центр. И весь этот объект в комплексе испортит радикально жизнь жителей нашего района. Потому что проект не обеспечен парковками, проект не обеспечен дорогами. Все соседние улицы встанут в пробках. И дворы и парки будут забиты припаркованными машинами. И как реагирует власть, как реагируют жители? Жители до недавнего времени были в большинстве не в курсе этой проблемы. Власти скрывали согласование этого проекта. Проект долго был заморожен. Естественно, жители все предполагали, что здесь изначально должен быть строить стадион. Никто не знал о том, что здесь под ним стадионом должен быть построен офисный центр. Когда мы начали протестовать против этого объекта практически одновременно с начала наших акций, власти выдали за строчку решения строительства. И ваши дальнейшие действия, какими они будут? Будем проводить митинги, пикеты, все другие формы регального протеста. Привлекать СМИ, привлекать общественность. Сделаем так, чтобы власти были вынуждены отказаться от этого проекта. Вы считаете, что власти в состоянии услышать ваше мнение? Власти, конечно, это очень тяжело сделать. Она пытается не слышать жителей, значит нам нужно кричать громче. Я не против того, чтобы коммерсанты зарабатывали деньги. Весь мир построен на том, что люди зарабатывают деньги, предоставляют за это какие-то услуги. На этом развивается экономика и общество. Мы против того, чтобы коммерсанты в своих безудержных планах зарабатывания денег плевали на нас, на жителей города. Вот против этого. На наши условия жизни. А чем чреваты их заработки конкретно для вас и для жителей вашего района? Появление этого огромного объекта, который представляет собой спортивную арену на 30 тысяч мест международного класса, совмещенную с 38-этажной башней гостиничного офисного комплекса. Появление его в такой плотной городской застройке до ближайшего, до одного ближайшего дома 70 метров, до другого 100 метров. А непосредственно к объекту примыкает парк «Березовая рочь». Единственный небольшой парк в Хорошевском районе на сегодняшний день. Появление этого объекта угрожает серьезно испортить жизнь всех людей данного района. В парк ходят многие люди. Посещаемость этого офисного центра, там 70 тысяч квадратных метров офисов. И равно как и посещаемость стадиона, особенно в дни матчей, оно неизбежно этот парк убьет, превратит его в полоску чахлых деревьев на вытоптанной земле. Мы знаем, как происходит посещение стадионов во время матча, особенно тогда, когда играют известные крупные команды, известные клубы, такие как ЦСКА. Мы знаем также, какая ситуация складывается вокруг огромных офисных комплексов, офисных центров, которые есть в Москве. И вот это вот все сейчас втискивают в наш район. Естественно, это делается потому, что вот этот участок земли, он изначально принадлежал сначала Минобороны, потом выкупил клуб ЦСКА. Здесь был маленький стадиончик на 5 тысяч мест, фактически тренировочная база песчаная это называлось. Естественно, они увидели, что есть такой участок, он фактически прибыли не приносит. Вот максимально, что можно из него выкачать, они хотят выкачать. Они бы могли выкачать меньше, например, построить арену без офисного центра, построить поменьше офисный центр. Они бы тоже зарабатывали, но они решили выкачать по максимуму, наплевав на нас. Вот против этого мы выступаем. Митинг протеста собрал около 250-300 жителей. Но как бы громко не кричали местные жители в уши власти, их голос заглушает вкратчивый шепот финансовых воротил. Значит, нужно кричать громче в 10, 20, 30 раз. Стало быть, ровно во столько же раз должно быть больше граждан. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.